Катя Клэп. Катя Клэп стала одним из первых отечественных блогеров, которых накрыла стихийная популярность. Девушка уходила в творческий отпуск, но затем вернулась к созданию контента на своем канале с 7 миллионов подписчиков. То, что многие в одночасье перестали слышать о Кате, связывает со взрослением аудитории и сменой тематики канала. С 2016 года Катя состоит в отношениях с Евгением Баженовым, более известным, как Беде Камрдирн, Гором Нормания. В 2010-х годах одним из самых популярных каналов стал РК Макрофос с социальными экспериментами и пранками. Вели его два друга Николай Соболев и Гором Нормань. Если первый блогер после распада дуэта стал звездой не только Ютуба, но и телевидения, то второй исчез без следа. Гором создавал отдельный канал, но потом ушел из медиаполя. Уже после 2020-го он внезапно вернулся в телешоу «Полный блэкаут». Также Нормания, как известно, основал свой благотворительный фон. Карина-стримерша. Карина-стримерша родилась в России, но вместе с родителями переехала в Италию. Оттуда девушка и начала вести свой блог с прохождениями игр. Карина была неоднозначной персоной, но, безусловно, одной из самых ярких. А еще одной из самых богатых, она буквально запустила волну стримерства в России и получала миллионы на данных. Со временем интерес к играм и агрессивному геймерскому образу у Карины пропал. Она стала онлайн-моделью, теперь продает свои фотографии за кругленькую сумму. Дмитрий Ларин. Автор некогда популярного шоу «Ларин против». Участник рэп-батлов и музыкант Дмитрий Ларин потерял внимание поклонников. Раз в год блогер выпускал по новому треку «Чаще» – «Дису» на другую известную медиаперсону и пропадал вновь. Пару лет назад Ларин переехал из России на были. Марьяна Ро. Марьяна Рожкова завела блог, когда ей было всего 9 лет. С тех пор она выкладывала на YouTube видео для девочек-подростков. Став старше, Марьяна Ро сошлась с другим популярным блогером Ивангаем. Но любовь двух интернет-кумиров долго не продлилась. Сейчас Марьяна забросила свой YouTube-канал, но активно ведет сети, где рассказывает о путешествиях, музыке и жизни с мужем-рэпером. Максима Голополосова ассоциировали с его каналом «Плюс 100 500». На фоне ковра с Леопардом Принтом парень комментировал популярные ролики в интернете. Постепенно с YouTube проект переехал на телеканал «Перед Слэш Чо». Голополосов, один из самых массовых блогеров Рунета, никуда не пропал. Он развивает свой второй канал «Маурн Дейс» и продвигает музыкальную группу 2 «Энди Сизон». Павел Микус прославился не на длинных YouTube-видео, хотя и такие он снимал, а на забавных коротких войнах, гулявших десятых по соцсетям. Зрители отмечают, что последним запоминающимся видео на его аккаунте был ролик «Итоги ремонта» о переделке квартиры Микуса. Уже много лет он работает в рекламном агентстве Уайл Джейм и продюсирует чужие блоги. Инджойкин. В 2012 году на YouTube появился канал, на котором некто под ником Инджойкин переделывал популярные мемы в музыкальные треки и клипы. Автор «Котлеток с пюрешкой» и «Ламповой няши» пожелал остаться анонимным. В 2018 блогер-музыкант исчез. Он не заходил в сети, не выкладывал новые видео. Некоторые поклонники полагают, что Инджойкин умер.